Основная задача работы по выявлению нелегальных трудовых отношений – это решение социально-экономических задач города, подчеркивает мэр. На сегодняшний день число случаев неформальной занятости на курорте сократилось, но свести показатели к нулю пока не удалось. Нужные выводы сделали не все предприниматели, хотя время поучиться на ошибках своих коллег было у каждого. Мы сегодня ставим вопрос именно охраны труда. Мы вас пригласили сюда, уже как уважаемых предпринимателей, но вы отсюда уходите, правонарушители, потому что вас накажут и вам выпишут штраф. Если человек не оформлен у вас и работает, вы ему, конечно, платите заработную плату в конверте или просто вы даете, но вы за него не платите ни пенсионный фонд, страховые взносы, ни социальные фонды. И по большому счету этот человек на вас работает, отдает свое здоровье, а когда приходит пенсия, либо несчастный случай, то он совершенно социально незащищен. Повторяю, это нечестно, непорядочно и некрасиво. Пенсию ниже прожиточного минимума в Сочи получает более 40 тысяч пожилых сочинцев. И причина тому – серая занятость. Ко всему прочему, решением антитеррористической комиссии все данные о работниках должны передаваться в правоохранительные органы, которые, что немаловажно, могут подтвердить надежность принимаемого на работу гражданина. В том числе и таким способом в Сочи решается вопрос безопасности. Приглашенные на заседание межведомственной комиссии по охране труда бизнесмены-нарушители оштрафованы по статье. Задержались, не успели. Осознали. Все, исправимся. Все будет по закону. Безусловно, выгоднее, естественно, не нарушая, чтобы не было никаких штрафов. Соответственно, это определенные расходы несешь. Но посоветовать, что жить по закону без нарушения. Весело и счастливо. Мобильные группы работу ведут ежедневно. Ну а в период высокого сезона мониторинги и заседания комиссии участятся как минимум в три раза.